На улице Дикопольцева 30-летний водитель Тойоты Краун, пытаясь припарковаться возле собственного дома, наехал на ногу прохожему. Врачи скорой помощи были на месте ДТП спустя 10 минут. Пострадавшего осмотрели, но ехать в больницу пациент отказался. Поэтому точно определить, насколько серьезно травмирована стопа, врач не смог. Молодой человек шел по тротуару вместе со своими приятелями в сторону улицы Карла Маркса. Водитель Тойоты Краун в это время искал свободное место для парковки. Заехав во двор, мужчина понял, что здесь поставить машину негде. Хабаровчанин решил выехать обратно. В это время от противоположной стороны дома начал отъезжать другой автолюбитель, освободив тем самым место. Чтобы выпустить его, владелец Крауна заехал задним ходом на тротуар. Я начал проезжать, то есть места там более чем достаточно было разойтись, то есть я им не мешал. Я даже выключил ближний свет фар, чтобы не ослепить их. Они поравнялись с моей машины, начали стучать по капоту, кричать, куда прешь, ругаться, обзываться. Чтобы спасти свой автомобиль от разъяренных пешеходов, мужчина решил ретироваться. В это время, по всей видимости, и наехал на ногу одному из юношей, который стоял к машине ближе всех. Пострадавшая сторона представила все произошедшее практически так же, с одной лишь поправкой. К машине не прикасались, не ругались и агрессии не проявляли. Мы не препятствовали его езде. Мы просто прошли ему, сказали, куда ты едешь. И пошли дальше, обошли машину, он сдал резко назад. По тротуару? По тротуару вот здесь. Кто именно из сторон лукавит, будут разбираться полицейские. Водитель машины намерен обратиться в полицию с заявлением об умышленной порче имущества. По мнению мужчины, после ударов по кузову иномарки на ней остались повреждения. На улице Малиновского в результате ДТП перевернулся автомобиль. Выяснить причину столь нелепого крушения на относительно ровном участке дороги автоинспекторам не удалось. Рядом с перевернутой Тойотой Калдиной полицейские застали уроженца Азербайджана. Спустя несколько минут подошли еще двое его соотечественников. Полицейским приятели поведали историю об угоне машины. Дескать, универсал похитили с улицы Панфиловцев. А уже спустя 10 минут иностранцы обнаружили его перевернутым на соседней улице. История полицейским показалась сомнительной. Тем более, что нашлись очевидцы, которые видели, как из перевернутого автомобиля вылазил мужчина, которого позже инспекторы и застали на месте аварии. Тем не менее, соотечественники настаивали на выдвинутой ими версии. Поэтому от прохождения медицинского освидетельствования предполагаемый водитель отказался, поскольку убеждал, что за рулем он не сидел. Кстати, в 2012 году его уже лишали водительского удостоверения за езду в нетрезвом виде.